События недели на Гал ТВ в студии Нига Гачава. Уважаемые телезрители, предлагаем вашему вниманию главные события уходящей недели. Празднование 74-й годовщины Великой Победы. Бессмертный полк, возложение, концерт. Ветераны Великой Отечественной войны сегодня, не сломленные духом. В городской библиотеке переданы книги. Интервью с директором Абхазского института гуманитарных исследований Ардой Ашуба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил ветеранов и весь народ республики с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. «Сердечно поздравляю вас с Великим Праздником 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы чествуем и вспоминаем тех, кто вел самоотверженную всенародную борьбу с мировым взлом нацизма. Победа досталась невосполнимой ценой. Она добыта кровью и мужеством миллионов людей, насмерть сражавшихся с безжалостным врагом на фронтах войны и героическим трудом тыловиков», — говорится в сообщении. В честь Дня Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов районная комиссия по подготовке к празднику Великой Победы организовала комплекс мероприятий, приуроченных 9 мая. Как отпраздновал город Галл 74-ю годовщину Великой Победы, смотрите наш репортаж. 9 мая в городе Галл широко и масштабно отметили 74-ю годовщину Дня Победы Великой Отечественной войны. К великому празднику район готовился долго и тщательно. С самого утра в городе звучали песни военных лет. Каждому жителю от мала до велика была приколота георгиевская ленточка. Она символизирует патриотическую преимственность поколений. К 11 часам к центральной площади перед районным Домом культуры стала собираться общественность, чтобы отдать и дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в кровопролитной войне над немецкими захватчиками. Пришло немало людей. Традиционно праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к мемориалу за свободу, независимость Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов, в который приняли участие руководство района, сотрудники пограничного управления ФСБРФ РФ Абхазия, представители силовых структур, организации, общеобразовательных учреждений, учащийся школ, гости и жителей района. Память героев Великой Отечественной войны постили акции «Бессмертный полк». Большая колонна горожан и военная техника направилась от центральной площади к парку Славы. Участники шествия гордо держали в руках портреты своих родственников, отцов, дедов и прадедов. Тех, кому довелось испытать себя в грозное военное время, и большинство из которых так и не вернулись с фронта, сложив голову за наше светлое будущее. В парке Славы состоялся митинг, который начался с несения знамени Победы, государственных флагов Республики Абхазии и Российской Федерации, а также звучания гимнов обеих стран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига в тылу завоевывалась великая победа. Победа всех тех, кто помнит, кто не забыл своих родных и близких, не вернувшихся с поля боя. Тех, кто в тылу жил одной идеей, все для фронта, все для победы. Главным оружием советского народа всегда была вера, мужество и патриотизм. Имя каждого солдата Великой Отечественной с золотыми буквами вписано в историю страны. Митинг, посвященный Дню Победы, объявляется открытым. С приветственными словами и поздравлениями к собравшимся на митинге обратились представители пограничного управления ФСБ Российской Федерации Республики Абхазия, председатель районного собрания Юрий Кокоскири, военный комиссар Геннадий Харчелава, глава района Тимур Нодарая. Дорогие ветераны, разрешите от себя лично, от имени коллектива администрации Гальского района, поздравить вас с 74-й годовщиной Великой Победы над фашизмом. Дорогие гальцы, примите искреннее поздравление с Днем нашей общей Великой Победы. Дорогие российские пограничники, которые охраняют сегодня государственные рубежи Абхазии, мир и покой. Низкий поклон и огромное спасибо за ваш радный труд. Вы потомки тех, кто остановил фашизм, превосходство одной нации над всеми другими. Именно одна нация могла торжествовать в мире, а все остальные были людьми второго и третьего сорта. Если говорить общими словами, вот против чего встал советский народ. Встал против оккупации и рабства и выстоял ценой огромных потерь. 27 миллионов жизней было отдано. Сегодня, 9 мая, мы празднуем Великую Дату, День Победы. Советского народа в Великой Отечественной войне. И хочется обратиться со словами благодарности к нашим отцам и дедам. В этот день мы поклонимся тем, кто сберег уничтожение нашу советскую родину. Кто спас от фашистского рабства народы Советского Союза. Дал свободу и независимость многим странам Европы и Азии. Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданский и человеческий долг перед ветеранами и героями Великой Отечественной войны. С праздником вас, дорогие друзья! Мира, благополучия вашим семьям. И всегда чистого и светлого неба над головой. Наши ветеране, разрешите поздравить вас с Днем Победы и пожелать крепкого здоровья, счастья и радости, веселья. Вы совершили героизм, потому что в нужное время встали в защиту своей родины. Уважаемые ветераны, от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником 74-й годовщиной Великой Победы. Желаю вам счастья, радости, благополучия. К великому сожалению, с каждым годом все меньше и меньше становится тех людей, которые ковали Великую Победу. Молодым людям желаю, чтобы никогда больше не повторилась война и чтобы все жили дружно. В честь Дня Победы ветеранам были вручены денежные средства и цветы. Учащиеся школы выступили с тематическими стихотворениями о войне, которые напомнили нам то сложное время, когда было пролито много крови, чтобы отстоять родину. Не обошлось и без военных патриотических песен. Артем Кочарава исполнил песню «День Победы». У всех нашлись слова бесконечной благодарности героям этого праздника, ветеранам, которые ценой своих жизней одержали победу над фашизмом. День Победы – это большой праздник. Это не праздник только нашей Абхазии, праздник всего мира. Ветераны остались единицы. Чтобы не было войны, надо послышать ветеранов, которые сидят и рассказывают все прошлые годы, то, что они принесли. Дай Бог им здоровья, дай Бог им еще пару слов сказать тем, молодым, и указать путь, что война – это очень плохо. Поздравляем всех ветеранов нашего района и ветеранов всего бывшего Советского Союза. Мы вас любим, обожаем. Еще раз с праздником. Поздравляем вас с праздником, с этим замечательным днем. Мы очень рады, что устраиваются такие парады, когда мы можем почтить память умерших, память выживших наших дорогих ветеранов. Желаем всем мирного неба над головой. Я поздравляю всех ветеранов нашей страны. Не только нашей страны, но и всех ветеранов. Желаем им удачи, чтобы они жили долго, счастливо. И не стоит забывать о тех, кто погиб честью в войне. Всех дорогих ветеранов желаю здоровья, счастья и мирного неба. Всех поздравляю с сегодняшним праздником, 9 мая. Ну и какой же День Победы без солдатской каши? Во второй половине дня в городском парке была расположена полевая кухня, возле которой тянулась огромная очередь. Все, кто попробовал гречку с тушенкой и другие блюда, остались довольны. В рамках празднования Дня Победы на центральном стадионе Самурзакан был проведен футбольный матч между учащимися средней школой номер 2 и средней школой села Аберкет. К пяти часам вечера состоялся праздничный концерт, в котором выступили лучшие творческие коллективы и солисты района. Талантливые артисты подарили публике много разнообразных, хороших и душевных номеров. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Гостей Сухума Ольга Азарова прекрасно исполнила несколько музыкальных композиций, сопровождая их игрой на гитаре. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Особо трогательным было выступление Владислава Кокубава. Зал встречал юного артиста стоя бурными аплодисментами. Публика была тронута до глубины души песнями военных лет, которые звучали со сцены в знак благодарности за то, что 74 года назад неимоверными усилиями советских людей для нас был завоеван мир. И на кулечке мать подводь с твердой, и на шагею сплоти, и боль станет в дом. На глазах слетись, здравствуй, здравствуй, дом. Скрипичный оркестр «Капричио» под руководством Ольги Багаевой представил вниманию зрителей три инструментальных номера. Главную песню этого праздника «День Победы» исполнили Артем Кочарава и Ирак Легилава. Завершился день 9 мая большим праздничным салютом, который разукрасил мирное небо над городом. Анна Зарапва, Илона Микава, Гелла Закарая, Галтовы. На этой неделе глава района Тимур Нодарая провел плановые совещания с начальниками отделов, представителями учреждений и главами администрации сел. Глава района в начале совещания поздравил своего заместителя Вахтанга Маан с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе. Ну что, от всего коллектива Вахтанга Маановича, разрешите вас поздравить, пожелать вам здоровья, успехов во всем, чтобы влюки на радость росли. Спасибо. Начальник управления сельского хозяйства Томас Свишба проинформировал о том, что первый этап о обработке ореховых насаждений химикатами в селах верхней зоны почти завершен. В нижней зоне обработка начнется с 15 мая. Начальник налоговой службы Роберт Жиба отчитался о налоговых поступлениях. При плане 17 миллионов 235 тысяч собрано 11 миллионов 609 тысяч. Также он отметил, что низкая собираемость налогов наблюдается на спецналог и НДС. Заместитель председателя Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия Ирма Чантурья проинформировала, что на сегодня существует проблема с платежами и поступлениями дохода Фонда социального страхования. Это серьезная проблема, так как фонд финансирует все социальные программы государства. Она отметила, что для того, чтобы была пополняемость доходной части, нужно работать совместно. Ирма Чантурья поинтересовалась базой данных галлских плательщиков, а также контактами всех организаций. Тимур Нодарая поручил начальнику налоговой службы Роберту Жиба предоставить всю необходимую информацию председателю Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия. Ирма Чантурья отметила, что в Галлском районе есть предприятия, которые закрываются, имея при этом задолженность. Она обратилась с просьбой к главе района для того, чтобы Тимур Нодарая оказал помощь и содействие в решении этих проблем. В ходе совещания обсудили подготовку к празднику Дню Победы 9 мая. Клава района поручил комиссии по празднованию предоставить транспорт ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы они могли принять участие в праздновании Дня Победы. Клавы администрации и сел отчитались о проведенных мероприятиях, посвященных празднику 9 мая. В День Победы учащиеся городских и сельских школ примут участие в церемонии возложения цветов. Найра Амалая со своей стороны отметила ответственное отношение глав администрации сел к культурным и образовательным мероприятиям. Главы администрации сел обеспечивают транспортом учащихся для поездок в районе и за его пределы. Тимур Нодарая огласил список без вести пропавших в Великой Отечественной войне, предоставленный проектом «Возвращение имени». Выяснилось, что в селе Хашта найдены родственники пропавшего без вести Ильи Перанзы 1901 года рождения. Далее глава района сообщил, что с пятницы в паспортном отделе будет возобновлена сдача документов и справок на видножительство и на паспорт гражданина Абхазии. После чего главы администрации сел совместно с начальником паспортного отдела Тимуром Минайя составили график приема и выдачи документов для сельчан. Отчитывая годы, минувшие с памятного дня Великой Победы, значимость героического подвига ветеранов Великой Отечественной войны всегда будет оставаться для нас примером силы воли, мужества и патриотизма. 9 мая хороший повод вспомнить о том, как живут сейчас ветераны Великой Отечественной войны, которая с годами становится меньше. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Тех, кто принимал участие в боевых действиях, в нашем районе осталось три человека. Все народы бывшего Советского Союза внесли свою лепту в одну на всех победу. Десятки тысяч людей в Абхазии отдали жизнь, чтобы освободить от нацистов свою родину. 5489 жителей из Галского района отправились на фронт. 3523 воина сложили голову на полях сражений. Сегодня одному из трех ветеранов, офицеру, младшему лейтенанту Джагаркава Тарасу Алексеевичу, 95 лет. Несмотря на то, что здоровье частенько подводит его, он находит в себе силы рассказать о своих героических подвигах и о том, благодаря чему выстоял советский народ. Первый раз мы забрали на Советский Кавказский фронт. Намаляю землю, если вы слыхали. Маляю землю, не дай бог. Очень тяжело беру. Сколько у вас наград, орденов, медалей? Да, много, много есть. Красные звезды есть. А как вы думаете, вот благодаря чему победил советский народ? Железная дисциплина. Что вы сегодня хотите пожелать нынешней молодежи? Сегодняшней молодежью призвание жить. У Тараса Алексеевича две дочери и сын, которые заботятся о нем. Супруга Ламары Пачахья умерла 10 лет назад. С тех пор дети не оставляют отца одного и прикладывают максимум усилий, чтобы он чувствовал себя хорошо. Родные и близкие окружили его любовью и нежностью. Ведь такие люди, как Тарас Алексеевич, являются не только гордостью семьи, но и всей страны. Сейчас отец ведет в таком положении. В войне все хорошо пошел, он здоровый был. Малая земля в войну пошел, украинский, белорусский фронт прошел. Очень гордимся, что такой наш отец. Им пожелать хочу, что здоровья, вот как видите, такое стало. Свой первый бой он помнит плохо, но помнит, что было страшно. И откровенно об этом сегодня говорит. Но самым страшным испытанием для него стали не ранения, что он получил на войне, ведь он инвалид второй группы, а весть о потере двух братьев, которые не вернулись с фронта. И все же нашего героя это не сломило. Провожая нас, он сказал, что обязательно должен отметить свое столетие, с травмом уме и в твердой памяти. Ветеран Великой Отечественной войны, военный врач, Ковжбая Арашак Бухутевич, проживает в селе Ряб. Отец шестерых детей, шестнадцати внуков и семерых правнуков, сегодня сам на волоске от смерти. Но, несмотря на пройденные испытания, он не падает духом. Прошел всю войну, дошел до Берлина, испытав все тяжести военной жизни на себе. Получил пулю в голову и в поясницу, но выжил. Сегодня его покой и здоровье оберегают дочь, которая сама ходит с трудом, невестка и зять. Арашак Ковжбая не только во время войны спасал жизни людей ценой собственной жизни, но и после нее став фельдшером в своем родном селе Ряб. Лечил людей травами, которые собирал сам, отварами и настойками собственного изготовления. Война когда закончилась, в 93-м году, после этого он ходил здесь и лечил людей. Но где-то лет, насколько я известен, лет 8 тому назад, всякие травки искал и скоро упал. После этого он стал таким. У ветеранов не было национальности. Это был один великий народ и одна общая победа, которая досталась ценой жизни миллионов людей. Главное, чему она должна была научить, это жить в мире. Помнить тех, кто не вернулся с войны. И чтить ветеранов, которые, не жалея жизни, поролись из последних сил. Разведчику, артиллеристу, пиратце Лаврентию Григорьевичу повезло. Ранений на войне он не получил. Не задели ни поли, ни осколки. Несмотря на более чем солидный возраст, он по-прежнему бодр, работает, активно дает интервью. Бой был такой, что вокруг нас огонь горел. Но за жизнь никто, значит, мы не думали уже о нашей жизни. Когда уже победили, нас наградили словами. Молодцы ребята, настоящие герои, говорят. Я бы сказал, да, и герой, и герой. Но мы выполняли только солдата. Наша сейчас главная задача – воспитать молодежные поколения. Они должны знать, что их дяди и бабы защищали родину. За проявленную стойкость, отвагу и героизм все наши ветераны Великой Отечественной войны награждены многочисленными почетными грамотами, медалями и орденами. Наступят дни, когда они останутся одни, наедине с собой, со своими мыслями, со своими поступками, со своей горечью. Но главное – со своей победой. Но пока ветераны с нами, все чаще болеют, но, как прежде, не жалуются на жизнь и не ропщут на судьбу. И снятся им сны, в которых они молодые, но так рано увидевшие смерть, потери, кровь, разруху, испытавшие на себе боль, голод, холод и печаль, пережившие все, но оставшиеся победителями. Мы помним, мы ценим. Низкий поклон живым, вечная память ушедшим. Анжела Белава, Бижан Микава, Борис Цацуа, Калт-ТВ. В районном доме культуры города Гал состоялось открытие мини-библиотеки, приуроченной к празднику Дня Победы 9 мая. В районном доме культуры города Гал состоялось открытие мини-библиотеки, приуроченной к празднику День Победы 9 мая. Библиотечные полки пополнили новые книги, которые были изданы как на абхазском, так и на русском языках. Абхазским институтом гуманитарных исследований. Книги были переданы директорам института Арды Ашуба. Книги изданы Абхазским институтом гуманитарных исследований. Мы решили по всем районам Абхазии, в том числе для Агарского района, совершенно бесплатно. Книги по истории, по археологии, по языку, по фольклору, по культуре – это то, что необходимо. Есть еще материалы, научные конференции, те, которые мы проводили, ученые, не только нашего института, ученые из России, из других республик. Если, конечно, нужны будут еще, мы для школ Агарского района обязательно можем предоставить совершенно бесплатно. От имени администрации Агарского района куратор отдела культуры и образования Наира Амалыя выразила благодарность. От имени администрации Агарского района хочу поблагодарить Арду Ашуба и институт, который передал нам в дар такую ценную литературу для нашей библиотеки Дома культуры. Здесь будет около тысячи книг уже, которые будут предоставлены для жителей, для тех, кто любит читать книги. Эти книги можно использовать и для научных целей, потому что вот та литература, которую привез нам Арду Ашуба, это, скорее всего, литература для педагогов, для тех учителей, которые хотят дальше учиться в аспирантуре. Уникальные книги, и они изданы небольшим тиражом, и сегодня они пополнят нашу городскую библиотеку. Астамура Асланзия Астамура Асланзия Житель города Гал, Роберт Гоцарелия, получил паспорт гражданина Абхазии, где в графе «Национальность» указана Мегрел. При обмене старого образца паспорта гражданина Республики Абхазия на новый образец, ему выдали паспорт гражданина Республики Абхазия с национальностью грузин. Гоцарелия обратился в паспортный отдел с просьбой восстановить историческую справедливость. Сотрудники паспортного отдела отнеслись с пониманием к просьбе гражданина Республики Абхазия Роберта Гоцарелия. Когда я обратился, паспортный стол, я им говорил, уважаемые, вы меня простите, я говорю, все тут говорят, мол, что тебя мегрелцев, тебя никто не даст. Я говорю, вы мне скажите, возможно это или невозможно. Они мне сказали, уважаемый человек, ты не переживай, мы все сделаем. Начал по закону, сказали, сперва надо подавать до СГБ, чтобы выясниться разрешение гражданства. Пошел, сдался документ, через два месяца сказали, пожалуйста, вы имеете право делать паспорт. Так потом сделали все заново с деревни, потом отпечатки, потом поставили паспорт на обработку. Я обратился, паспортный стол, и сказали, вы не спешите, вы не переживайте, все будет нормально, только нужно время. Когда вот этот паспорт я получил, не только моя душа, мои предки радуются, уже испокон веков они мечтали записать себя мегрелами. Эфир продолжит новости спорта с Артемом Качаравом. Приветствую всех любителей спорта. 11 и 12 мая в городе Сыктывкар, Республики Коми, прошло первенство Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе. Соревнования проходили в рамках второго этапа девятой летней спартакеады, учащихся России средней юношей до 18 лет. В турнире принимали участие более 100 борцов из семи регионов России. В соревнованиях приняли участие и абхазские спортсмены. По итогам соревнования Ричи Сычинава и Даниэль Гумба заняли первые места. Ричи в весовой категории 65 килограмм, а Даниэль в весовой категории 55 килограмм. Рамин Аристава победитель турнира «Атлант» по вольной борьбе. Турнир прошел 11 мая в городе Домодедово Московской области и был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие спортсмены в составе шести команд из регионов России, а также из Республики Абхазия. О финале районной Спартакеады по футболу смотрите наш репортаж. 9 мая на центральном стадионе города Гал состоялся финальный матч районной Спартакеады по футболу. По итогам полуфинальных матчей в финал попали средняя школа номер 2 города Гал и Абаркидская средняя школа. На стадионе собрались болельщики, которые были в ожидании зрелищной игры. Количество болельщиков на стадионе превзошли все ожидания. Стартовый свисток главного арбитра ознаменовал начало матча. Уже на пятой минуте Абаркидская команда вырвалась вперед 1-0. И несмотря на попытки Галской команды в первом тайме сравнять счет им не удалось. Однако уже с самого начала второго тайма Галская команда сразу же пошла вперед и полностью завладела мячом. Что и привело сначала к сравнению счета, а потом уже к разгромному исходу матча. В итоге 6-1 в пользу средней школы номер 2 города Гал. Матч получился ярким и болельщики восхищенные покидали трибуны стадиона. Артем Каджарава, Гела Закарая, Борис Сацуа, Гал ТВ. И коротко о погоде на предстоящую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом все. С вами был Ника Гачава. До новых встреч в эфире. Абзьяраз. Чки розо дюндат. Абзьяраз. Чки розо дюндат. Абзьяраз. Чки розо дюндат. Абзьяраз. Чки розо дюндат. Продолжение следует...